МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира новин региону на телеканале Беларусь-1 у студии телерадиокампании Гомель Ален Траценко. Добрый вечер. Сегодня день всенародной памяти о хвярве лекарственной войны. На Гомешчинях отзначают с встречами ветранов с молоддю и жалобными митингами. У областным центры по традиции у день 71-й годовины початку войны отбылся митинг-реквием, каля вечного огню. Керавництва города и в области, представники громадских организаций, ветраны и молодь стали удельниками церемонии ускладания кветок до братских могил советских войнов и подпольщиков. Вянки и живые кветки лягли на плиты мемориалу на площади працы. Подвиг советских войнов николи не помертне, а б героичным минулым своих батьков и дядов памятают дети и унуки героев. 22 червеня увесь белорусский народ всмуткуя позагинувших и дякуя живым светкам войны за подарованное наш шаткам життё. Это для нас самое страшное было, когда бомбили наши белорусские, украинские, российские города. Там наши родные. А я до этого работал по комсомольской путевке на Дальнем Востоке. Долго я не видел родных. И рвался. Подали мы все заявления. Потом нас собрали и сказали, да вы что, а кому ставим вот эту землю? Это же наше. Мероприемства, присвеченные ушанованию памяти охвяр Великой Чыной войны, не обмяжуются одним днём. У ближайший час на Гомельщину прибывает делегация Москвы. У программе суместной белорусско-российской акции мы памятаем наведывание музеев и мемориальных комплексов, размешанных на территории в области. Наш корреспондент Олег Сентюров наведал у Добрусском районе помник, аналога у якому не ама у Беларуси. У память об земляках яго зарабили вязковцы за уласные сродки. Вязка Карма у Добрусском районе одна из самых великих. Сегодня тут проживая каля полутора тысяч человек. Правда, гэта амаль удвоя меньше, чем было на початку Великой Чыной. За одного боку свой уплыв оказала демографичная ситуация. В другого, гэта на собственно войны на гранитных плитах мемориалу землякам 515 прозвищев. Пешие же хоры Кармы загинули ещё у самом початку военных деяний, у пачас обороны Рогачёва. Але трагедия вязки не только у человечих ахвярах. Ветеран Великой Чыны Якуб Калинин, узгадывая пошние дни оккупации, коли вязковцы массово хавались у леса, тады фашисты спалили амаль усю вязку. До речи 11 вязковцев, які застались у своих хатах, немцы забили. Как только мы пришли в деревню, мы увидели тут, что всё сгорело. Там, где наши были дома, хаты эти деревянные, всё одни головные. Стояли только печи, обгорелые, да, это самое полуразрушенное. У родную вязку з армии Яков Калинин вернулся в 47-м. Кажет, что значная частка вязковцев ясчай и тады жила в землянках. Ахвяров войны узгадают и увязцы Агородня. Отдадуть до ненуповаки воинам, які закинули при вызволении населенного пункта. А так само обовязково скажуть добрые слова у адрес земляков, які не вернулись с фронту. Великая Айчыная стала для вязковцев соправдной трагедией. А прача того, что Амаль Уся Агородня была спалена за 379 призванных на фронт, до дому вернулись только 30 человек. У памяти об земляках вязковцы за власной сродки зарабили помник, аналогу якому в Беларуси нема. Дровляные колы и труба для сушки сбожа стали основными элементами гарматы. С блесчанки вырабили белых голову у миру. Отрималась макчима и невельми высокомастацкий, але зараз гэты помник – центр проведения усих вязковых мероприемцев, связанных с Великой Айчыной. Олег Сентяров, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель», Добрский район. У городским поселку Октябрьский проходит сёмый республиканский фестиваль фольклорного мастацтва «Берагиня-2012». Он собрал больше за 800 человек с разных кутков Беларуси, России, Украины и Польши. Конкурсные концертные выступления коллективов и особных выканалцев протягнутся 4 дней. Усе подробности первых дёнг этого самобытного творчого форума – в нашем наступном сюжете. Фестиваль с года в год популяризует беларуску национальную культуру, а разом с этим – знакомец гостей и удельников с народным мастацтвом других краин. В обовязковой программе творы в устной и музычной творчестве – уластивая только тому регион Украины, який представляет выканалца. На четыре фестивальные дни Октябрьский районный центр первотворяется в один концертную пляцовку. Он – визитная карточка Октябрьского района. И я бы хотел, чтобы каждый район Гомельской области имел какой-то свой бренд, свою визитную карточку. Но учитывая, что этот фестиваль не первый, и что он уже набирает силы, и превратился с местного, с местечкового фестиваля уже в республиканский, а если брать по участникам, то он уже перерос в международный фестиваль, то, конечно, это бренд нашей области в целом. У делу фестиваля Берагиня приймают аутентичные гурты, ансамбли народной музыки, пары-выканавцы народного побитого танца и майстри декоративно-прикладного мастерства. Сирот коллективов особной группой визначаются дитячие. Очень много людей у нас, которые вообще, как бы, не знают всех этих начальных истоков культуры, а коллектив, особенно детский, очень хорош, что все начало нашей культуры, то, что наши бабушки, дедушки когда-то пели, прививается с детства. С такими юными артистами можно быть упевненными, что аутентичная мастерская культура будет жить все еще долго. У Воголя в рамках фестиваля пройдет 24 мероприемствы, а кроме конкурсной и концертной программ, в ночь на 24 червяня отбудется святкование купалля. Разом с традиционными деяниями запланована чаровная мистерия огню на озере и фольклорная дискотека. Евгения Кимцова, Вольга Холодович, Телерадо, компания «Гомель». Палац Румянцевых и Паскевича у запрашая гомельчан и гостей города окунуться в минулую эпоху и зазернуть по адресу, в якем значится только первый пункт – краина Советский Союз. Сегодня тут у одной из выставочных залов открылась тематичная экспозиция. На ее представлены знаковые предметы 50-70-х годов минулого стагодзя. Выстава уявляет собой реконструкцию интерьера того часу. Мебля, техничные прилады, одзения, фотосдымки, книги и другие предметы побуду. Они давно уже вышли из паузяденного ужитку, али захавалися у фондах музея и у некоторых амельчан, які пропоновали свои раритетные речи для часового экспонования на выставе. Цекава я набуде як поколению, якое застало Советский Союз, так и тем, хто народился пасля распаду великой державы. Белорусский вытворцем мебли номер один компания «Пинск Дреу» зарабила свою продукцию больше доступной для спожилцов. На протягу 90 дней денешься специальные летние пропоновы. Подробязности у нашем наступном материале. Мебель «Пинск Дреу» – это всегда изысканный дизайн и неизменно высокое качество. Убеждаешься, едва заходишь в один из фирменных магазинов. Мы заглянули на Малычука 9А, на второй этаж универсама «Старый аэродром». Как всегда, от разнообразия разбегаются глаза. Десятки наименований продукции, мебель для гостиных и спален, кухонь и столовых, прихожих и детских комнат. Есть все – от вариантов эконом-класса до дорогих элитных гарнитуров. Плюс огромный выбор в каталогах. И, внимание, специальное летнее предложение от «Пинск Дреу». Акция 90-60-90. Это 90 дней, 60 наименований, 90 подарков каждый день. В течение 90 летних дней с 1 июня по 30 августа «Пинск Дреу» дарит своим клиентам подарки. Подробности акции на официальном сайте компании. Кроме того, некоторые модели мебели сейчас продаются без торговых надбавок. Буквально по ценам производителя. Но и на этом сюрпризы от «Пинск Древа» не заканчиваются. Также на определенные товары действует скидка 30%. Большой выбор тахты, диванов, наборов мягкой мебели и также корпусной мебели. И действует скидка на матрасы 20%. Всю продукцию мебель «Пинск Древ» можно приобрести в рассрочку в зависимости от суммы. Если сумма до 5 миллионов, на 3 месяца с первоначальным 30%. Если свыше 5, на полгода с первоначальным 20%. Рассрочка беспроцентная. Так что сделать свою жизнь уютнее вместе с «Пинск Древ» доступно каждому. Добро пожаловать в фирменный магазин на Малычука 9А. Второй этаж – универсама «Старый аэродром». Остановка общественного транспорта – водоканал. Сергей Негеревич, Игорь Марищенко, Николай Кальсин, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. У наши дни бильярд – не просто спортивная гульня, альбо забава. Гэта целая культура со своими традициями и ритуалами. История гомельского бильярда пишется якраз у гэты час. У городе над Сожам есть свои призеры континентальных форумов и чемпионатов свету. Наприклад, Виолетта Климова и Александра Гизельс. А сегодня у мясовый бильярдный «Падмурак» был закладен и новый блок. Стартовал первый межведомостный турнир по бильярдным спорте сирот-продставников Гомельской областной организационной структуры БФСТ «Динамо». У делу с поборництвах примает 12 команд. Переважно, это правоохоуники, улику яких – продставники КДК, МЧС, податковой инспекции и инше. Зразумело, что Амаль – усе аматоры, а лежни новички в этом спорте. Першу в свою историю турнир повинен не только закласть и новые традиции. Головное – объеднать коллеги, выкликать в нашем регионе – текавость до гульней королей. Хорошо помню 20-30 лет назад, когда, в общем-то, это было уникально найти стол, где можно было спокойно поиграть. Почему? Потому что их просто был огромный дефицит. Сегодня же это уже достояние, где можно спокойно, человек, которому вид спорта нравится, всегда может, в общем-то, найти возможность себя реализовывать. Гуляйкой заусюди была забава аристократа. И сегодня по усяденность для Гомеля. Залов и специальных школ для занятков бильярдом хапая – было бы жадание. А то, что досягать вершине уреальна, наши девчаты доказали усяму бильярдному свету. У тем, что турниры, которые стартовали в областном центре сегодня, пройдя не истиновать никто не сомневается. Финальные поединки турнира пройдут в неделю. Сочите за новинами. А еще лучше давайте разом опраниемся по спортивному и отдадим перевагу Международному Олимпийскому дню, который будет отзначаться уже завтра. Андрей Бондаренко, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». На этом наш вечерний выпуск завершен. У студии телерадиокампании «Гомель» працавала Лен Траценко. Я жадаю усім только добрых новинов. До встречи!